Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область расширит поставку товаров в Уганду. Речь о сотрудничестве этой восточно-африканской страны и Кировской области шла на встречу губернатора нашего региона с чрезвычайным и полномочным послом Республики Уганда в России. Александр Соколов рассказал, что базовыми отраслями экономики Кировской области являются биотехнологии, машиностроение, химическое производство, металлургия, лесопромышленные и агропромышленные комплексы и предложил обсудить направления сотрудничества и механизмы взаимодействия. Также глава региона отметил, что в области есть потенциал для привлечения большего числа студентов из Уганды. И пока в наших вузах обучаются только два человека из этой страны. Посол Уганда пригласил представителей региона посетить страну для установления новых контактов и обсуждения совместных проектов. Экс-министр транспорта стал исполнительным директором завода «Первое мая». О назначении Юрия Логинова на этот пост со ссылкой на свои источники сообщают бизнес-новости в Кирове. На должности министра транспорта Кировской области Юрий Логинов работал до 11 ноября. Уволился по собственному желанию. Работу Логинова гувернатор отметил почетной грамотой. В эфире «Экономика». Власти Кирова подняли вопрос о расторжении энергосервисного контракта. Проблему плохого освещения на кировских улицах обсудили на депутатском часе в городской думе. Руководитель Кировсвета Виктор Ишутинов рассказал, что в Кирове более 300 участков улиц нуждаются в улучшении освещения. Также почти 300 пешеходных переходов недостаточно освещены. До 15 января 2003 года муниципалитет должен разработать программу по улучшению освещенности Кирова. Кроме того, обсуждались результаты энергосервисного контракта, заключенного в 2018 году между администрацией города и Ростелекомом. В его рамках более 26 тысяч устаревших натриевых светильников были заменены на светодиодные. Рассчитан контракт до 2027 года, но из-за того, что уровень освещенности городских улиц вызывает много нареканий, встает вопрос о целесообразности его продолжения, отметил сети-менеджер Вячеслав Семаков. Решение о возможном расторжении контракта будет принято после проведения независимой экспертизы. И в завершении выпуска о курсах валют доллар сегодня 61 рубль 7 копеек, евро 63,39. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.